Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Последний день сегодня, последний день нового года, значит, старого года, последний день старого года, заканчивается год, и мы, значит, стремительно приближаемся к новому году, к новому 5783 году. Сейчас, секундочку. Все, значит, мы приближаемся к 5783 году, последний день, и сегодня последняя возможность исправить, все исправить. Знаете, как есть? Последняя возможность все исправить. Сегодня вечером с заходом солнца во всем мире, во всем мире для всех людей, для всех животных, для всех цветочков, бабочек и так далее, наступает новый, новый этап. Новый этап, это новый этап. Особенно, скорее всего, для людей, потому что, в принципе, этот день рож, ашана, это рож, это голова года. Это день сотворения человека. И хотим мы этого или не хотим, знаем об этом или не знаем, мы все станем новыми, обновиться. Знаете, как? Мы все получим новый компьютер. То есть, все, абсолютно все люди получат новые компьютеры. И как вот ты, когда покупаешь, сейчас очень все понятно, написано, что последние поколения перед приходом Ашеха станут поколениями знания. Дорда. Да, вот мы становимся поколением знания. И нам очень, очень легко все это понять. Ты покупаешь компьютер, и он тебя спрашивает, он тебя спрашивает, значит, ты как хочешь на компьютер поставить старое программное обеспечение, то есть, подключиться к облаку, где хранится резервная копия того, что ты на старом компьютере сохранил. Если ты нажимаешь кнопочку «Да», то у тебя из облака спускается полностью все твое старое, все твои файлы, все твои программы, все-все-все спускается. Или ты можешь нажать «Нет, я не хочу старое». Он тогда говорит, давай тогда заново начинаем, давай заново мы, какие ты хочешь программы, как ты хочешь конфигурацию, все это, как ты хочешь, давай. Вот мы сегодня все получаем новый компьютер, и будет вопрос, первый вопрос будет в течение двух дней, это как МРТ такое, то есть, будет у каждого внутри, я читал, что Всевышний, он заходит в сердце, заходит как в мышление. Он заходит, как бы этот луч Всевышний, заходит в мышление, такая метафора очень не очень понятная, но вот, кто делал МРТ головного мозга, он знает, что человек такой, он заезжает в такое вот, в какое-то место, какое-то время там, потом он выезжает, и есть его, как бы, фотография, его, он просвеченный. Вот то же самое сегодня будет, значит, тебе дают новый компьютер, нет, вернее не так, в начале, вот это МРТ, это как раз загружается в облако, то, что у тебя было внутри, то есть, твои все дела, поступки, воспоминания, планы, цели, выборы, кто ты, какой ты, каким ты хочешь быть, как ты хочешь себя вести, твои правила, твои принципы, все вначале проходит сквозь это МРТ и снимается слепочек. И потом, вот этот вот момент, момент, когда тебе дали новый компьютер, и в этот момент, ты можешь, если ты знаешь, у тебя есть свобода выбора, сказать, я не хочу старое, я хочу быть новым полностью, вот мои новые решения, и вот эта вот процедура, ритуал этих двух дней, значит, ну, постоянно идет молитва, идет молитва, где мы вспоминаем и говорим, что Бог это царь, мы как бы, не то, что мы устанавливаем, да, это очевидно, Бог царь, он в любом случае, он царь. Вопрос, насколько мы, каждый в своей жизни дает место Всевышнему, это вот в рожа жена, первое, нужно принять решение, или ты загружаешь операционную систему, Всевышний управляет миром, и я действую как Всевышний, то есть, я буду действовать по Торе, это главное такая вот, главное решение, да, и мое, даже не так, первое желание, это, насколько я хочу быть соединенным со Всевышним, это первый вопрос, знаете, такие, выходит внутри, такое в рожа жена, первый вопрос всплывает, такое, насколько твое намерение в этом году быть со Всевышним, каждый на него отвечает, осознанно или неосознанно отвечает на этот вопрос, как можно на него ответить, своими действиями, если ты в это время сидишь, тупишь там в телефоне, то ты как бы отвечаешь, то есть, ты можешь напрямую не отвечаешь, что мне все равно на Всевышнего, но ты как бы все равно ответил, да, своим видом, своим действием, своим направлением, своего внимания, Хорошо, значит, или другой, он в это время такой стоит в синагоге, утром слушает шафар, трубят в шафар, такой бараний рок, трубят, молятся, учат Тору, все, он тоже ответил на вопрос, я хочу быть со Всевышним. Второй вопрос всплывает, главный вопрос, значит, второй вопрос всплывает, а кто Всевышний для тебя? Кто-то говорит, ну, Всевышний это интересная идея в моей жизни, кто-то говорит, Всевышний это царь, кто для меня Всевышний, все от него зависит, все только от него зависит, моя жизнь, мое здоровье, здоровье моих близких, мое благополучие, мир на земле, все от Всевышнего зависит, он царь, это второй вопрос, насколько ты, и опять же, а как ты это подтвердишь, действиями, или ты выполняешь приказы царя, или ты не выполняешь, понятно. Теперь третий вопрос, который всплывает, и что ты будешь делать в 5783 году? И ты отвечаешь на этот вопрос. Те, кто знают всю систему, вечером сегодня в Рошашина и завтра вечером, есть такая ритуальная, как трапеза, в которой берут разные виды пищи, и говорят, например, берут яблоко, макают в мед, и говорят, пусть будет воля Всевышнего, чтобы год для нас был хорошим и сладким. Хорошим и сладким. И желают друг друга, прям с намерением, хорошим и сладким. Почему говорят хорошие и сладкие? Потому что бывает сладкое приходит очень нехорошим путем, бывает, вернее, хорошее приходит очень не сладким путем. Например, бывает, хорошее к человеку приходит каким путем. Кто-то болеет, ему врачи говорят, вы знаете, вам делать надо операцию. Это очень не сладкий путь. Больно, наркоз, выздоровление и так далее. То есть ему говорят, тебе, чтобы было добро для тебя, оно придет тебе таким тяжеловастеньким путем. Второй, например, он ведет себя неправильно. Неправильно он себя ведет вообще. Сделал он какие-то вообще очень неправильные поступки. И потом его Всевышний отправляет на исправление куда-нибудь там, не дай бог, кто-то сел в тюрьму. И он думает вообще. Но в тюрьме он исправился, стал человеком, выходит совершенно другой человек из тюрьмы. Тоже получается, ему пришло добро, но очень не сладким путем. А мы просим Всевышнего, чтобы нам этот год был хороший и сладкий. Чтобы нам добро приходило только сладким путем. А какой сладкий путь? Ле Кахтов. Всевышний говорит, ле Кахтов на Татилахем. Я вам дал хороший урок. Тора это как хороший ле Кахтов, добрый хороший урок на Татилахем. Дал я вам, торати тору мою, альта азову, не оставляйте тору. Все можно получить, как Шоум Амеллах, когда Мишли начинал, писал книгу-притчи. Он говорил, что я хочу дать наивным хитрость подросткам для подростков дать познание, знаете, вот этот жизненный опыт, умы зима и такая как матерость, ну, чтобы они были осознанность, такая намеренность, которая появляется у взрослых людей, таких уже поживших. То есть, подросток, изучив Мишлей, он может получить вот это вот познание, да, там, сообразительность, всякие вещи. Ему не надо проходить вот эти вот весь жизненный путь, чтобы узнать, что я злодей. Он открывает первую книгу, первую главу Мишлей, а там написано, что будут приходить тебя совращать злодеи. И описаны их слова, как они это будут делать, как они будут это, что они будут говорить, что будет у нас общий карман, как они будут показывать, что они хорошие люди, там, все. То есть, можно получить знания о жизни через изучение правильных путей, которые указаны в Торе. Вот, в общем, вот эти три решения главные надо принять. И тогда будет хороший год, все. Сегодняшний вечер, завтрашний вечер, завтрашний день, послезавтрашний день нужно желать друг другу только хорошее, только хорошее, друг другу, себе. Прямо смотреть на всех вокруг и говорить, какие хорошие люди, чтобы Бог вам дал только добро. Потому что, когда мы судим другим, мы судим себя. Это надо помнить. Главный принцип Небесного Суда, что человека судят той мерой, которой он судит других. Это главное. Главное, вот, чтобы вот остаться в суде, нужно вот этот вот момент прям пронаблюдать в себе, пронаблюдать, насколько мы постоянно, судя других людей, мы судим, то есть мы являемся по отношению к другим людям или прокурорами, или адвокатами. Адвокатами. Но тот, который, но тот, который, значит, для других становится адвокатом, он для себя становится адвокатом. То есть он становится добрым, он становится, он как бы ненапряженный, такое все. Да, в мире очень много плохих людей, но я вам скажу, что плохие люди, они, они очень занимаются друг с другом, то есть они борются друг с другом, они воюют, у них, им и так плохо, поэтому, как бы их судить не надо, Всевышний знает, кого, как судить, кому, что давать, и что со всеми делать. Он же царь. Все. Хорошо, давайте сегодняшний отрывок, то, что написано в нашей книге, которую мы изучаем, о Йом-Йом. Сегодня 29-е Илуля, канун Роша-Шана. Канун Роша-Шана. Значит, слихот, молитвы о прощении, читают раньше обычно. Вот мы пришли в синагогу сегодня, в 7.45, начали читать слихот. Читают слихот, молитвы о покаянии. Значит, есть специальные молитвы, они, значит, их читали последние, вот, последнюю неделю, Аштиназим, хасиды читают последнюю неделю перед Роша-Шана, а восточные евреи, идут о Мизрах, читают месяц. Каждое утро они читают, или ночью, или утром, читают молитвы о прощении, о милосердии Всевышнего. Это очень интересно, когда ты это читаешь, что Эль-Рахум Ваханун, что Бог, Он милосердный и милостивый, то ты, когда это повторяешь, 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 что Бог милосердный, Бог милостивый, ты создаешь ту реальность, в которой ты живешь. То есть, каждый человек живет не в фактической реальности, в объективной, человек живет в своей субъективной реальности. И вот в этой своей субъективной реальности, если ты повторяешь, и повторяешь, и повторяешь, что Бог милосердный и Бог милостивый, то ты, тот Бог, с которым ты находишься в контакте, вернее, не так, то проявление Всевышнего с которым ты находишься в контакте оно как раз милосердное и милостивое, поэтому сфарадим, которые умеют очень сильно можно сказать так, что восточные евреи, они очень такие материалистически настроенные, у них реально не было ни катастрофы, не было у восточных евреев, то есть они очень такие как сказать, вот если мы посмотрим на восточных евреев, очень они умеют построить себе красивую, удобную веселую жизнь в этом мире и я думаю, что это один из лайфхаков что они месяц перед Рошашана они каждое утро проносят эти молитвы о прощении и там прямо вот много-много раз повторяют что Бог ты милостивый, милосердный прощает все грехи и так далее дальше проводят освобождение от обетов, то есть после этого идет молитва и после этого происходит освобождение от обетов и в Хабаде это делают в присутствии десяти взрослых мужчин значит не в Хабаде это делают перед тремя а в Хабаде именно перед десятью сидит десять взрослых религиозных мужчин и выходит один один встает перед десятью и говорит послушайте господа судья я значит прошу прощения и там произносится такое как специальный ритуал освобождение от обетов и они говорят прощено тебе прощено тебе прощено тебе сняты с тебя все обеты сняты 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 и в конце они говорят как в суде в нижнем с тебя сняты все обеты так же в верхнем суде тебя точно так же прощат и с тебя все снимут Это очень важный такой ритуал И в Хабаде К нему относятся тоже серьезно Когда 10 человек тебе говорят Что с тебя у тебя все прощено Все твои обеты, которые ты брал И в конце берется на будущий год Что если ты что-то пообещаешь Перед Всевышним Это касается обеты, касается Вещей связанных со святостью Кто-то пообещал дать сдаку и не дал Кто-то пообещал выучить Какую-то там Тору и не выучил Кто-то пообещал кому-то помочь не помог То есть если ты 3 раза делаешь Какое-то доброе дело или какую-то заповедь Она становится как обет твой Ты уже обещал это делать Раз ты 3 раза сделал И все это снимается как раз в этом ритуале Снятия обетов Все, сняли эти обеты Дальше написано Совершают обряд Эйруфта Тавшилин Это если с субботой совпадает И дальше написано Сегодня день рождения Цемах Цедека Третьего Любайческого Рэба Поздравляем Прекрасный день Цемах Цедек Значит Его день рождения Пусть его заслуги нас защищают Он на небе там за нас тоже Переживает, волнуется Чтобы у всех у нас был хороший год Все, с этим значит закончили Теперь Обретение неба на земле Обретение неба на земле Сегодня говорит нам очень Такой отрывок Одна из идей Любайческого Рэба Как сделать рай на земле Опять это касается семейных отношений Семейные отношения Это как мини такая модель Мира В которой Если по ней можно Это как индикатор Да Семейные отношения Это очень сложная система Очень сложная система В которой Если в ней нет мира Да А сейчас мы видим Смотрите Это очень интересно Что мир В котором мы живем Материальный Это отражение От того, что происходит На небе Бейдин снял С тебя обеты здесь С тебя сняли обеты там То есть то, что происходит Здесь внизу То происходит и на небе Теперь Отношения между мужем и женой Это некая модель Модель Вообще жизни человечества Да Потому что если ячейка общества Семья Она разрушена То тогда нет детей Если нет детей Или дети Они не знают Как строить семью Тогда следующее поколение Разрушено Понятно, да Идея То есть семья Это принципиальный Такой элемент Существования мира Нет семьи Значит мир не может существовать И мы видим Какое страшное Сейчас происходит В этой сфере Происходит Совершенно страшная Ситуация То, что Сейчас уже есть Официально Вы меряете Семь полов И это Это страшно Это полная путаница Вообще в головах У детей Ведь вдумайтесь Дети-то Они же не понимают Ну то есть Дети Им надо выстроить Их модель мира У них Они Есть такое Хорошее слово Мибульбаль Да Нар подросток Это тот Которого трясет Нар подросток Это который Вот такого Он еще не знает Вообще Как жить Где он Что он То есть Он должен Получить Какую-то устойчивую Систему в этом мире Ребенок Подросток И тогда он построит Устойчивую семью И тогда у него будет Опять устойчивые дети Теперь что предлагается Сегодняшнему миру А мы не знаем Кто ты Он говорит Кто я Родителям Он же может Узнать о себе Только из внешнего мира Ему говорят А мы не знаем Он говорит А кто знает Ну ты сам решишь Когда вырастешь А сейчас я кто Не Не знаю Не знаю Кто Родился Там С Пипиской Но это ничего Ни о чем не говорить Сегодня Вообще ни о чем Ты главное Не думай Что ты мальчик А то это будет Как Рассматриваться Как давление На тебя Представляете Вообще жуть И ребенок Такой вот Он весь Не в себе Малеха Потом у этого Ребенка У этого ребенка Потом Там 16-17 лет Когда у них Вообще полностью Башню сносит У детей У подростков А ему предлагают Ну что Хочешь Может операцию Сделать А он вообще Он же У него 7 пятниц На дне Он подросток Его Его колбасит Его В разную сторону И что Сейчас Дочка Илона Маска Самый богатый Человек в мире Сын у него был Стал дочкой И пишет В суде Я Почему ты стала Дочкой А я с папой Ничего не хочу Иметь общего Пишет Это дочка Сына Илона Маска Илон Маск Развелся с женой И у него Его мама Развелась с его папой Он развелся с женой Его сын У него Травмы И он Представляете Это жуть Жуть что происходит В жизни Теперь что нам говорит Книга Обретения неба на земле Она нам говорит Полностью противоположная Идея Если ваши Жалобы на жену Обоснованы Принципиальные Говорит Это Ребес Кому-то отвечает В письме А автор книги Приводит этот ответ Он ему говорит Если ваши Жалобы на жену Обоснованы Принципиальные То Покажите ей Свою любовь Тем не менее Несмотря ни на что На жалобы Ваши Принципиальные Покажите ей Свою любовь Любовь без условий Безусловная любовь Просто безусловная любовь Сказано Что нашим изгнанием Мы обязаны греху Беспричиной Неукротимой ненависти Когда мы все Начнем горячо Любить своих ближних Это распространится На все Что мы делаем И тем самым На весь мир Надеюсь Это произойдет В наши дни Аминь Это то что Ответил ему Реба Этому человеку Он ему говорит Смотри Все твои жалобы Это такая мелочь Относительно вообще Шалома мира Существования мира Ты можешь жаловаться Обжаловаться Что оно там Не тот туда кладет Тот не так делает Это не так делает И что Ну хорошо Ты нажалуешься Вы поругаетесь Вы разведетесь Потом твой сын Станет дочкой Проклянет тебя Не это Что ты выиграешь Своими жалобами Ничего ты своими жалобами Не выиграешь Что Если бы ты хотя бы Получил То на что ты жалуешься Ты не получишь то Что просил И еще и у тебя будут проблемы Все И понятно Да идея Он говорит Вообще просто Покажи свою Беспричинную Безусловную любовь Вот это тема Теперь смотрите Если мы видим Что произошел слом Во взаимоотношении Людей со Всевышним Людей со своими семьями То что в итоге получается А в итоге получается война В итоге получается Беспричинная Тупая Совершенно Жуткая Страшная война В которой Гибнут люди В которой Разрушаются города В которой Вообще Полностью Не дай бог Там все движется К атомной войне А все с чего Начинается Семейные отношения Семейные отношения Любовь Принятие Все Разрушился Институт семьи Все разрушилось Представляете Это Вот такая вот идея Это сложно Да Но именно все Начинается в семье Вот если ты можешь Это индикатор Это то место В котором В котором Проверяется Твоя Ну твоя Как бы Как сказать Система Взаимоотношений С Богом С собой С близкими Надо вот туда Обратите большое внимание В этом году Да Хорошо Теперь значит Недельная глава Сегодня Недельная глава Начинается Ваилех Ваилех Моше И пошел Моше Значит И пошел Моше Моше к этому моменту Уже было Знаете сколько лет 120 Последний день Последний день жизни Моисея Моше Рабейну И пошел Моше Вайдеберет Адварим Аэле Эльколесраэль И говорил он слова эти Всему Израилю Вайомаралеем И сказал он им Бен мэвэйс рим Шанаанухи айом Он говорит Сегодня я 120 летний Все мне сегодня 120 лет 120 лет Мне говорит он Сегодня Ло ухаль От ляцет Вэляво Не могу я больше Выходить И заходить Ваашем Амаралай Бог мне сказал Ло тавор Это Иорденазе Не перейдешь ты Через реку Иорден Значит он Сказал что Я понимаю Закончилась уже Моя жизнь На этой земле Вот мой сегодня Последний день Он говорит Бог всесильный твой Он идет перед тобой Он уничтожит народы Эти перед тобой Которые Народы были Грешники Которые как раз Вот эти вот Они своих детей Вообще убивали И поэтому конечно Эти народы исчезли Которые детей своих Приносили идолам в жертву Понятное дело Тот же принцип Если тебе не дорог Твой ребенок Если ты настолько Уже испорченный Что ты Своего ребенка Можешь принести В жертву Идолу Чтобы у тебя был урожай То ну понятно Тебе нечего делать В этой земле И поэтому Сказал Бог Что Через Машерабен Маша говорит им Не бойтесь Бог Разберется С этими народами Которые перед тобой Вейриштем Иушуа И вы унаследуете Эту землю И Иушуа Это Иушуа Бенун У Уверли фанеха Кашер Дибер Ашем Он будет идти Перед тобой Как говорил Бог Все На этом сегодня Заканчивается Заканчивается Недельная глава Отрывочек Сегодняшний Дальше Конечно Жалко Мы в этом году Не изучали Таилим Псалмы Тут есть Псалмы Сегодня 140 Псалом Значит Говорил царь Давид Для Миноцек Мы сборили Давид Руководителю хора От Давида Спаси меня Бог От человека плохого От человека Злого От разбойника Сохрани меня А те кто замышляет Злое В сердце Каждый день Они ополчаются На войну Значит Ну смотрите Получается так Что были Всегда были злодеи Всегда были войны Как бы Что мы можем сделать Только Только в рожа шана Молиться Просить Всевышнего Чтобы дал нам мир Все Я считаю Что есть глобальные процессы Которые Мы лично изменить не можем Но каждый может В своей личной жизни Попытаться разобраться И выстроить у себя Небеса на земле И значит Как это сделать Мы знаем Бог царь Моя главная цель Служить Всевышнему Значит Третье Что исходя из этого Буду делать И четвертое Как я помогу Другим людям Узнать о Всевышнем Приблизиться ко Всевышнему Да Мы с вами Друзья Партнеры То есть Я считаю Что Воикра Мы создали Хорошую платформу И дальше Мы сейчас В будущем году С Божьей помощью Блинедер Без обета Блинедер С Божьей помощью Но мы сильно Сильно постараемся Сделать на нашей платформе Больше проектов Больше преподавателей Больше каких-то Образовательных проектов Школ И так далее Начнем сейчас заповеди Изучать Как делать Потому что Очень важно Чем год заниматься Делать заповеди Мы все Гоняемся по жизни За разными Какими-то целями Но цель-то внутри Единственная Хорошо себя чувствовать Так вот Так вот Выполняя заповеди Всевышнего Можно и чувствовать Себя великолепно И на вечность Зарабатывать себе Хороший капитал И сделать себе Рай на земле Все И главное Чтобы был мир То есть Главное Вот молитвы Давайте все два дня Молиться Чтобы Бог Сделал мир Можно сделать мир Можно сделать мир И иногда 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 Значит Ну а с другой стороны Не нам не решать Я ничего не хочу Говорить на эту тему Всевышний знает Мы молимся о мире И все Знаете как Я просто Очень сильно молюсь Чтобы наступил мир Мне война не нравится Все А как Что Кто Ответственный Неответственный Всевышний знает Все Удачи Успехов И сегодня Действительно Это 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 Судьба мира Американцы Подняли уже Стратегически Эти свои Бомбардировщики Атомное оружие Тоже ввели в состояние Боевой готовности То есть Мир на породе Вот Реально Атомной войны Это удивительно Что это все происходит В Рожешина Именно сейчас В эти два дня Решается Куда дальше Эта ситуация пойдет Вот сегодня Эти Евросоюз Этот сказал Что это не блеф Что действительно Россия готова Применить Адерное оружие Ну это просто Это просто Вот реальная Рожешина Такая Да Реальный Такой день Судачи Судный день Все Всем удачи Успехов Чтобы Всевышний Услышал Наши молитвы Счастливо Счастливо Счастливо